Седьмой класс, восьмая серия. Решение задач с помощью уравнений. Решение задачи состоит из двух этапов. Сначала составляется уравнение по условиям задачи, затем полученное уравнение надо решить. Давайте рассмотрим задачи, которые решаются с помощью уравнений. Первая задача. Путь от А до В. Автомобиль проезжает с определенной скоростью за 4 часа. Если он увеличит скорость на 10 км в час, то за 3 часа проедет путь на 10 км больше, чем расстояние от А до В. Надо найти это расстояние от А до В. Давайте запишем в виде таблицы то, что известно. Первый столбец будет скорость, затем время и путь. Итак, если автомобиль идет со скоростью х км в час, то за 4 часа он проезжает путь. Надо скорость умножить на время 4х. Если скорость больше на 10 км в час, то за 3 часа он проходит путь 3 умножить на х плюс 10. Причем, если сравнить расстояние, пройденное за 4 часа и пройденное за 3 часа, расстояние за 3 часа больше на 10 км. Значит, можно составить уравнение. Из большего надо вычесть меньшее, и получится 10. Осталось раскрыть скобки, привести подобные слагаемые и решить это уравнение. х равен 20. А вопрос задачи – расстояние от А до В. То есть, чтобы ответить на вопрос задачи, надо еще умножить на 4. И получится ответ 80 км. Вторая задача – движение по реке. Из двух пунктов на расстоянии 90 км одновременно навстречу друг другу вышли две лодки, собственные скорости которых равны. Собственная скорость – это скорость в стоячей воде. Через 3 часа они встретились. То есть, в 3 часа находилась в пути первая лодка, и в 3 часа в пути находилась вторая лодка. И за это время они при движении навстречу друг другу прошли 90 км. Надо найти скорость лодки по течению, если известно, что скорость течения реки – 2 км в час. Давайте за х обозначим собственную скорость. Причем у первой лодки и у второй скорость собственная одна и та же. Та лодка, которая идет по течению, она идет со скоростью х плюс 2, потому что река ее подгоняет, и скорость больше – х плюс 2. А если идет против течения, то, наоборот, река мешает движению, и скорость меньше – х минус 2. Первая лодка находилась 3 часа в пути, и вторая тоже 3 часа. Путь, пройденный первой – это 3 умножить на х плюс 2. Скорость умножается на время. Так, и путь, пройденный второй лодкой. Поскольку движение начинается одновременно, навстречу друг к другу, то есть за 3 часа они вместе прошли 90 км. Уравнение имеет вот такой вид. Осталось раскрыть скобки, решить уравнение. Значит, здесь получается, раскрывая скобки 3х плюс 6, прибавить 3х минус 6. Плюс 6 и минус 6 взаимно уничтожаются, их сумма равна нулю. Значит, слева будет 6х, справа 90. Значит, х равен… 90 надо разделить на 6, это будет 15. х – это собственная скорость. А вопрос задачи «найдите скорость лодки по течению». Значит, надо еще прибавить 2. И ответ в этой задаче – 17 км в час. Это скорость лодки по течению. Третья задача. Заказ по выпуску машин завод должен был выполнить за 25 дней. Но завод выпускал ежедневно по 5 машин сверх плана, то есть производительность была выше на 5 машин в день. Поэтому выполнил заказ за 20 дней. Сколько же машин выпустил завод? Значит, таблица будет такая. Производительность – это скорость, с которой они работают. Она измеряется, сколько машин в день выпускается. Итак, производительность или скорость работы – это будет время в днях. Ну, а это объем работы в машинах. Вот какая работа была выполнена. Итак, по плану они должны были делать х машин в день. За х мы обозначим производительность по плану. И работать они должны были 25 дней. И вот столько машин надо было сделать по плану. Х машин в день – всего 25 дней. Вот это столько машин по плану надо было сделать. На самом деле производительность была выше. На 5 машин в день делали больше. А время работы – 20 дней. Значит, вот такой же объем работы был выполнен за 20 дней. То есть, если мы сравним работу, которая была по плану и которая была в действительности, вот они сделали одно и то же число машин. Значит, вот такой вид имеет уравнение. Осталось раскрыть скобки, перенести слагаемые, привести подобные слагаемые. Х равен 20. Это производительность по плану. А вопрос задачи – сколько машин выпустил завод? Значит, надо подставить х либо вот сюда, 25х, либо сюда, потому что это будет одно и то же значение получится. 25 умножить на 20, получается 500. Итак, завод выпустил 500 машин. При каких значениях а уравнение с модулем имеет только один корень? Итак, уравнение содержит неизвестную обозначенную буквой х. Есть параметр а. Параметр может принимать разные числовые значения. Спрашивается, при каких значениях а это уравнение имеет только один корень. Итак, уравнение с модулем имеет единственный корень в том случае, если справа от знака равенства 0. В таком случае корень будет только один, когда х плюс 3 равняется 0. Модуль 0 равен 0. Единственный корень получится минус 3. Так, при каких же а? Значит, надо выражение, стоящее справа от знака равенства, приравнять к 0. 3а минус 6 равно 0. И найти значение а. Значит, а равно 2. Значит, при а, равном 2, уравнение имеет единственный корень. Этот корень равен… х равен минус 3. Итак, ответ а равно 2. Том… Том… Т об… Т Т干�… ТО 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 Продолжение следует...